Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь Иисус Христос в Евангелии часто обращается в притчах, и притчи являются частью проповеди Божественного Учителя. В притчах открывается тайное Царство Божие. Господь говорит о том апостолам, что им дано знать тайное Царство Божие, а прочим, он глаголит в притчах, потому что те, кто его слушают, не слышат, и глаза тех, кто на него смотрят, закрыты. Господь говорит об этом не потому, что есть какое-то таинственное знание, которое одним доступно, а другим нет. В таком случае, если бы было так, то были бы промышки и гностики, которые существовали в первые века христианства. Главная тайна, которая объединяет все служение нашего Спасителя, это велие о благочестие тайно, что Бог явился воплотив. Апостолам Господь часто наедине разъяснял притчи, которые возглашал перед слушающими Его. И вот, если человек признает Боговоплощение, а в случае с апостолами они признавали Христа за Мессию, видели в Нем Христа, видели в Нем Спасителя человеческого рода, то слушающие притчи не всегда могли видеть во Христе Мессию. И поэтому, получается, вот это Господь и описывает, что апостолам дано знать тайны Царствия Божия. Ведь главная тайна – это добровольное Боговоплощение. Бог добровольно принимает на Себя человечество, чтобы все человечество исцелить от греха и спасти от вечной смерти и вечного обсуждения. И вот Господь возглашает притчу Хосеятеля. Вышел в поле Сеятеля, Сеят Своё Семя. И показываются четыре образа жизни человека. Первое Семя упало у дороги, и его склевал в урон. Второе Семя упало на камень и заслепло, потому что не имело должной влаги, необходимой для того, чтобы дать добрый Бог. Третье Семя упало в сорняки, и эти термия заглушили его. А четвертое Семя упало на благоуточку и дало добрый Бог. Господь показывает не типы людей, потому что разделять людей на одних и других было бы неверно, но показывает в этой притче себя и образы жизни людей, которые бывают. Семя, которое упало при дороге, это то семя, которое не достигло почвы. Почва – это в Свято-Отеческом изъяснении либо сердце человеческое, либо вся природа человека. Если мы откроем книгу «Бытия», то вспомним, что человек был создан из земли. Земля – почва в данном случае синонима. И вот Господь на примере этой притчи о Сеятеле показывает, как Его Слово отображается в человеческом сердце человеческой природы. Есть те, кто затворяют свое сердце от Бога и о Боге не хотят слышать. И поэтому Слово Божие похищается лютым вороном, дьяволом и никакого охлада и отзыва человеку не приносят. Есть те, кто принимают Слово Божие и вначале радуются. И этот образ жизни можно назвать образ первого порыва. Бывает такое, что касается Господь благодатью сердца, а у человека не хватает до конца решительности следовать за Господом. Человек радуется о благой вести, радуется о Божьем Слове, старается вначале ухватить все звезды с неба, проводить духовную жизнь, но быстро надрываются. И вот именно такой образ Господь использует по тех людях, указывая на засохшее семя. Есть и тот образ жизни, когда бурьяны и терния заглушают прорастание доброго плода в сердце человека, когда человек вовлекается в житейские многопопечения, многосуетность, и когда не остается время на Божественное, при том, что человек полностью печется о земном. И также есть семя, которое приносит плод добрый, и это семя попадает на благую почву. В 50-м псалме, который мы каждый день читаем в кругу утренних молитв, мы просим словами пророка Ипсалма Терца Давида «Сердце чисто, созиданное на Божьем, и вправь, обновивая укроза Моих». Чистое сердце – это именно то сердце, которое готово дать добрый плод со Словом Божьем. И мы видим, что Священное Писание премудро указывает нам о том, что Господь никак Сам не влияет на ту почву, на которую падает семя. Он дает возможность почве взаимодействовать с Его присутствием. И так же и сердце человека. Господь никогда насильно сердце человеческое к тебе не привлекает. Господь ждет нашего обращения. Обращение по собственной нашей воле. И спастись может человек, только взаимодействуя своей волею с Божественной благодатью. Невозможно спастись только благодатью, невозможно спастись только собственной волею, но возможно наследовать спасение в синергии, в содействии Божественной благодати и собственной волею. Святитель Иоанн Златоуст говорит, «Победи самого себя, и ты победишь дьявола». И вот, если мы победим себя, то наше сердце станет доброй почвой для восприятия Слова Божия. Часто мы на себя можем примерять тот или иной образ из упомянутой притчи о сеятеле. Кто-то начнет себя сравнивать с тем образом жизни, когда семя падает на каменистую почву, кто-то может сравнить себя с многопопечительностью, когда термия заглушает Слово Божие. Но на самом деле, Господь может привести к себе своей неизлеченной любовью и своим благим промыслом в любом состоянии человека. И сегодняшний грешник может завтра стать образом святости. И наоборот, тот, кто преуспевает в добродетели, может пасть. И поэтому нужно уповать на милость Божию, возделывать почву своего сердца, чтобы Господь помог нам принести Ему добрый плод, чтобы прославилось в нас пречесное и великолепое имя Отца и Сына. Спасибо. Спасибо.